Меня зовут Федор Васильев. Я продолжаю серию уроков про RegularLabs. Команда разработчиков, которые делают очень качественное расширение для Joomla. В этом же видео я хочу вам показать плагин бесплатной его версии QuickIndex. Что он делает? Он делает быстрый процесс навигации по большим статьям, когда нужно делать такие вот оглавления с прокруткой до нужного фрагмента. Видите, вот они, оглавления идут. Кликая по фрагменту, моментально прокручивает до нужного заголовка статьи. То есть такой метод, конечно, его можно сделать вручную, используя якоря. Но если статья очень длинная и это будет время затратно, этот плагин очень быстро облегчает, по сути, работу и делает это все за вас. Как это выглядит на практике, давайте посмотрим в этом видео. Это уже пятая часть, пятый урок данной серии, данной статьи моего сайта fedorvasilev.com. В прошлых видео я показал от данного разработчика полезные плагины, тултип всплывающей подсказки, упрощенный вход на сайт через IP, полезные возможности для модулей и другое. Кто не смотрел, посмотрите обязательно эти уроки. Вы можете скачать бесплатную версию прямо с сайта разработчика или найти данный плагин по названию из админки вашего сайта Joomla. Я перехожу в админку своего тестового сайта, перехожу на вкладку Jet установка, то есть это расширение установить. Эта вкладка у вас может быть не установлена, она устанавливается здесь из админки Joomla, если вам удобно ей пользоваться, установите ее. В поле поиска я вбиваю название данного плагина, нажимаю на поиск. Находим у Quick Index, вот этот плагин, нажимаю на него, нажимаю еще раз Install и еще раз нажимаю установить. Посмотрим, что установилось, перехожу на расширение плагины, кликаю по ID, кликаю еще раз туда, чтобы отсортировать и увидеть наш плагин наверху. Так как он у меня был ранее установлен, он у меня уже здесь внизу, вот он Quick Index. Давайте зайдем. Он у вас будет скорее всего включен, просто я его тестировал и его здесь отключал. Данный плагин имеет настройки, но не думаю, что вы будете прибегать к этим настройкам и что-то здесь менять. Давайте посмотрим сразу, как он работает. То есть достаточно просто включить и активировать, он у нас автоматически, в принципе, активируется после установки. Посмотрим на практике, перейдем в статью. Я подготовил здесь одну из своих тестовых статей, чтобы показать вам. То есть смотрите, статья у меня имеет пять заголовков. Например, вот этот заголовок будет аж первого уровня. То есть как здесь это задается, кто не знает, совсем новичком. Со всем новичкам. Вы можете кликнуть просто мышкой, чтобы курсор мигал прямо над тем словом, это то, что является заголовком. И вот здесь увидите, что у меня подсвечивается, видите, H2. Если у вас здесь не подсвечивается, у вас будет скорее здесь написан параграф. То есть вот как здесь, да. То есть кликаем просто мышкой там, где хотим задать заголовок. Нам обязательно нужно сделать заголовок, так как этот плагин работает вот по этим заголовкам. То есть он прокручивает к заголовкам. И самый первый, самый верхний заголовок обычно это заголовок первого уровня. Так и выбираем. Следующий заголовок. Вот я кликаю, видим, что он H2. Следующий урок 13 у меня заголовок H2. А вы, соответственно, назначаете эти заголовки, если у вас они не проставлены. Здесь я кликаю тоже H2. И тут тоже H2. Вот это видно, что подсвечивается H2. Все, заголовки есть. То есть вы статью написали, проставили заголовки. И теперь, что делает плагин? Вы над всеми заголовками, чуть выше, просто в статье, проставляете вот такую конструкцию индекс. В фигурных скобках. Давайте посмотрим. Сохраняемся. И надо это посмотреть, как это выглядит на фронтальной части сайта. Перехожу на статью. Вот эта вот конструкция у меня уже сама проставилась за счет плагина. И пометилась как 1, 1, 2, 3. То есть самая верхняя заголовка, это у меня H1, потом 1 идет. То есть урок 12, это H2 и так далее. Видите, это все ссылки. То есть вот она статья. Вот они заголовки. Если я кликаю, видите, меня прокручивает прямо до нужных фрагментов. То есть у нас уже все готово. Все работает. Но это самый простой вариант. Данный плагин имеет настройки. То есть давайте рассмотрим, что здесь можно сделать еще. Где-то в середине контента вы не хотите включать заголовки вот в этот индекс. То есть вот в эту часть, чтобы это прокручивало до какого-то заголовка. Скажем, вот этот вот заголовок и то, что текст под ним не включать. Что мы можем сделать? То есть над заголовком вы проставляете noindex. Вот такую вот конструкцию. И, например, то есть заголовок мы получается вот этот 14 не включаем. И под ним текст и ссылка. Здесь я проставляю noindex и в начале вот такую вот косую черту. Все подсказки вы можете посмотреть на сайте разработчиков документации к этому плагину. Там все это написано. То есть, смотрите, получается вот этот контент я исключил из индекса. Понятно, да? Вот здесь нажимаю сохранить и проверим на практике. Отсюда должен исчезнуть вот этот вот 14 заголовок. Вы видите, я обновил страницу, так оно и работает. Исчез из индекса. То есть, по факту здесь заголовок есть, он h2, но в индексе здесь к нему прокрутить будет нельзя, его нет. Или второй способ, как исключить конкретный заголовок из индекса. Здесь давайте перейдем с вами исходный код. Найдем с вами этот заголовок. Вот этот вот урок 14. Да, смотрите, вот здесь вот делаю пробел и ставлю такую конструкцию. То есть, h2 класс равно в кавычках noindex. Вот такого вида, прямо в заголовок. Сохранимся. То есть, по сути, то же самое делаем, только исключаем непосредственно сам заголовок. Я обновляю страницу, и вы видите, в индексе он также не появился, потому что мы его конкретно исключили. Или вот вам еще информация. Все, что ниже индекс, у нас попадает вот в этот индекс, все наши заголовки. Но если статья очень длинная, и нам нужно первую половину статей заключить вот в этот индекс, а вторую половину статьи с заголовками, чтобы вообще не включать. Как это быстро сделать? Скажем, вот после 13-го заголовка, после текста, я хочу нижнюю часть этой статьи исключить. То я просто ставлю тот же самый индекс, только с косой чертой, вот такого вида, как я это сейчас сделал. И все, что ниже, уже не будет включено в индекс. То есть заголовок 14, 15, вся нижняя статья, то есть все то, что после индекса с косой чертой, вот с такой, то есть мы как бы закрываем, да, вот в этот код. То есть вот то, что между ними у нас находится, все будет попадать в индекс. Все, что ниже этого, уже не будет попадать. Давайте посмотрим, сохранимся. То есть, по сути, 13-й заголовок был у нас последний. Обновляюсь. И вот они, 11, 12, 13. Больше в индексе ничего нет. То есть вот так тоже можно быстро манипулировать нашим вот таким вот индексом. А что, если нам нужно помечать наш индекс не цифрами, а точками? Это легко сделать. Вы можете просто к индексу, вот здесь вот вашим, подписать вот такую вот конструкцию. Видите, вот. Давайте проверим. Сохранимся. Обновимся. Видите, появляются точки вместо цифр. Также, как видно из документации, у вас сразу возникнет первый вопрос, как сделать вот такого вида вложенность, да? И красиво, и понятно. То есть основной заголовок под заголовки, основной заголовок под заголовки. Вы видите, что эта опция доступна в Pro-версии. Про-версии данного плагина. Это и другие возможности будут доступны именно в Pro-версии. На этом серия уроков по Rego Labs закончена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин